На подступах к Сталинграду враг не достиг цели. Немцы исчерпали свои возможности, а советское командование во главе с Жуковым и Василевским тем временем разработало план «Уран». Задача – двумя мощными ударами окружить и уничтожить группировку армии Паулюса и часть дивизии 4-й танковой армии. В середине ноября советские войска переходят к наступлению. Как раз и искусство полководца состоит в том, чтобы ударить там, где слабое звено, прорвать это слабое звено и достичь своей стратегической цели. И в этом отношении наши полководцы не ошиблись. В течение четырех дней вражеская оборона была прорвана не на тактическую глубину, а на стратегическую глубину. И советские войска, и с юга наступающие, и с севера, они достигли вот того желаемого результата. Враг побежал. Гитлер всеми силами стремился выйти из окружения и уничтожить наши войска. Верховная Ставка понимала – одного кольца окружения мало. На помощь приходит армия Малиновского и останавливает войска под командованием фельдмаршала Манштейна. В нашей исторической литературе мало уделяется внимания вот этому моменту, вкладу в Сталинградскую битву, которую внес Малиновский со своей второй армией. А на самом деле это была колоссальная удача. Там, где фашисты до этого летом били советские дивизии, Манштейн был остановлен, разгромлена его ударная группировка. На стороне фашистов были венгерские, румынские, итальянские войска. И все же 2 февраля 43-го гитлеровцы сдаются. Этот момент стал решающим, переломным в ходе Великой Отечественной. Только под Сталинградом 91 тысяча пленных была взята. Это тоже огромный плюс. Никто почему-то не указывает, что примерно столько же было пленных венгров, итальянцев и румын. Точнее 98 тысяч пленных в общем количестве. Это раз. Во-вторых, итальянская армия была практически уничтожена. Две румынские группировки армейские были практически уничтожены. В Сталинградской битве фашисты потеряли полтора миллиона убитыми, пленными и ранеными. Восполнить такие колоссальные потери было просто немыслимо. Гитлеровская коалиция начинает разваливаться. А стратегическая инициатива переходит в руки советского командования. Когда мы говорим о Сталинградской битве, то мы, конечно, говорим всегда с пафосом, с гордостью. Да, наши здесь показали, на что они способны. Мне же хочется подчеркнуть, что это и великая трагедия нашего народа. Потому что и на пути к Сталинграду, и на пути от Сталинграда до Берлина, сколько же мы потеряли наших советских воинов. Вот почему советские люди, вот почему российские люди так ценят каждый мирный день. Надежда Крыгина, Валерий Фаустов, Липецкое время.